Аня Орешина Мне очень нравится выступать на концертах и конкурсах. Я получаю от этого огромнейшее удовольствие. Получаю места очень хорошие. Иногда первые, вторые. И сейчас играла я в вдохновение конкурс. Тоже всероссийский. И в школьных, и всероссийских участвую. Теперь у Ани появился новый стимул не останавливаться на достигнутом. Чтобы поддержать одарённых детей, было предложено внести изменения в одноимённый закон. До этого получать денежную выплату могли только учащиеся общеобразовательных учреждений. Сейчас же будущие художники, танцоры и музыканты могут претендовать на губернаторскую стипендию. Поощрение в размере 5000 рублей получат неоднократные призёры международных и всероссийских конкурсов. А также те, кто по успеваемости опережает сверстников. Мы имеем в партнёрах и Центральную музыкальную школу, и Казанскую государственную консерваторию, и Российскую академию музыки имени Гнейфиных. Соответственно, дети, которые принимают участие в их мероприятиях, в их конкурсах, проводимых в партнерстве с этими учреждениями, они, конечно же, будут в приоритете. Сперва старания ребёнка замечает учитель. А вот окончательное решение о том, может ли он претендовать на выплату, остаётся за компетентной комиссией. Отбором занимаются региональные деятели культуры и искусства, заслуженные педагоги. Губернаторская стипендия рассчитана с сентября по май. Чтобы охватить как можно больше одарённых детей, было принято решение проводить смотр талантов ежегодно. К примеру, если к началу учёбы у ребёнка недостаточно опыта, он может испытать удачу в будущем. Предложение об изменении в закон правительство Ульяновской области приняло. Теперь слово за депутатами законодательного собрания.